В рамках 25-летия со дня разгрома бандформирования в Дагестане глава региона Сергей Меликов провёл награждение участника освобождения. 24 сентября в администрации Каспийска состоялось вручение почётной грамоты за содействие в укреплении государственной безопасности, мужества, отвагу и самоотверженность, проявленной при защите территории Республики Дагестан от международных бандформирований в 1999 году. Каспийчанину командиру вертолёта гражданской авиации Геннадию Малимонову поздравили с наградой лётчика-секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Бачилов и глава города Каспийска Борис Гонцов. Я выполняю поручение главы республики, искренне вас поздравляю, успехов, здоровья и дальнейшего служения интересов нашей страны. Геннадий Малимонов рассказывает, что выполнял обычную работу командира воздушного судна гражданской авиации. Они летали по районам, проводя свою деятельность до наступления Второй Чеченской войны. В первые дни военные почему-то не летали. Я не знаю, по каким причинам. Это вопрос к ним. Так что летали только мы. Несколько дней вообще. Только они потом подключились. Так что возили милиционеров, вооружённых в эти события, солдатиков, вооружения, патроны возили. Обратно вывозили людей, которым разрешали вылететь оттуда. Ну и вывозили раненых потом из солдатиков, из-за их сложения убитых тоже. Первое время воздушное судно, которое находилось под командованием Малимонова, садилось на аэродром. Но после там стало небезопасно, из-за чего приходилось менять локацию. Так как постоянно подрывали военные вертолёты. Лётчиков положили между сиденьями. Типные сиденья были на вертолётах. И вот в Махачкалу, я сел прямо в Махачкале, недалеко от больницы. Лётчиков мы привезли живыми. Ну и генерал, само собой. К сожалению, лётчик один умер в Махачкале, другой умер по дороге в Росток, как я об этом узнал. Вот. Потом работали и с милицией, и в Магалинском районе, и в Ботлинском районе. Там тоже были, заходы были в нескольких местах. Была такая ситуация, что мы сидели, спускались с гор, бежали вооружённые люди. Геннадий Малимонов рассказывает, что было больно и тяжело наблюдать за всем происходящим. Видеть, как умирают молодые ребята, которые были кому-то сыновьями, мужьями и друзьями. Но, несмотря ни на что, желание предотвратить этот ужас было выше. Во-первых, летать – это наша работа была. Вот. Возить людей. Ну, когда стали обзять оружие из военных, это, конечно, была не наша работа, но нам пришлось в этом поучаствовать. Там, да, гибло очень много людей, и не только военных, наверное, там же оплачения тоже. Восстали люди, стали защищать свои земли от чеченов, от их нашествия. Ну, поэтому, конечно, было тяжело смотреть, особенно на раненых и убитых. Вот этих летчиков вот так вообще жутко было не смотреть, потому что они были в очень тяжелом состоянии. Отметим, что в тот период первыми тогда на пути бандитов стало народное ополчение, созданное местными жителями. К середине сентября боевики были выбиты с территории Дагестана, и на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. Продолжение следует...